Слушай, только жесткая рука, только жесткий подход. Опять жесткая рука. Да одними запретами ты ничего не добьешься. Они только провоцируют у нас человека. Мы говорим о незаконном алкоголе. Он сопротивляется. Для некоторых это огромный бизнес, на котором они бабки зарабатывают. Да это социальная проблема больше, чем экономическая. Да они плевать хотели, сколько людей погибнет от их фальшивого пойла. Как это вы понять-то не можете? Хорошо, давай поспорим об этом, поговорим и разберемся. Безусловно, эта масштабная проблема суррогатного алкоголя появилась не вчера и даже не позавчера. Это действительно бедствие национального масштаба. И уже долгие десятилетия народ спаивают, и люди спиваются. Но вот почему власть в республике озаботилась этим вопросом только сейчас? Ну, Ирина, действительно, навести порядок в этой сфере жесткой рукой потребовала ради хабиров. И в Башкирии объявлена сейчас настоящая война незаконному алкоголю, реки которого вышли из берегов и угрожают геноцидам населения. Другой вопрос, почему так долго предпочитали не замечать проблему. И сегодня, честно говоря, мы с тобой, с Ириной Моториной, с нашими гостями в студии будем разбираться, кто виноват и что делать. Осия сегодня не выпьет, не повезло. В тот миг, когда она довольная в предвкушении застолья бережно выносила свою покупку из дома известного сельского бутлегера, женщина столкнулась с молодыми активистами движения «За трезвость». Открыли пакет и сомнений не осталось. В нём полтора литра жидкости без этикетки. Пахнет резко, спиртом. Осия умоляет отдать пойло. И на денежную компенсацию ни в какую не соглашается. Понимать, за 200 рублей она нигде легально в таком объёме алкоголь не купит. Магазин-то вообще пиво лаю. Дай, ты, и я уйду. Дом, в котором в Эминдяшево-Гафурийского района продают суррогат, находится прямо напротив сельского клуба. Вызванный звонком, глава сельсовета приезжает быстро, недоумевает и разводит руками. Суетится, звонит кому-то, прячет глаза, а потом и вовсе исчезает. Волонтёры оправдывают его поведение. Если бы пришлось официально оформлять незаконную продажу алкоголя, то горе-бутлегеры ждал бы штраф в 30 тысяч рублей. Просто космическая сумма для безработного мужчины, у которого дома шестеро детей. Молодым людям осталось самостоятельно взывать к совести отца семейства. Вы же обещали не торговать. Ага, зачем вы торгуете? До сих пор травите. Вы, конечно, травите. Народ травите. Наш народ, башкортород травите. Для активистов национального молодёжного движения Эльмира Мухаммедьянова и его товарищей проблема алкоголизма на селе не сухая статистика. Молодые люди выросли в деревнях и на их глазах спивались и спиваются родственники, знакомые, пустеют родные места. Вот уже полгода общественники ведут свою личную борьбу с суррогатом. Ведь дешёвый, доступный алкоголь сомнительного качества ситуацию только усугубляет. Активисты выслеживают точки продаж суррогата и сообщают в правоохранительные органы. Как, например, это случилось в Баймаке. Каждый свой шаг волонтёры фиксируют на видео. О том, что на элеваторе продают по дешёвке якобы элитный алкоголь, из местных, кажется, не знал только глухой. Никаких маскировок и паролей. Вот молодой человек на авто подъезжает по хорошо расчищенной от снега дороге, ворота нараспашку. И надо лишь подождать своей очереди в кассу. Местная сторожевая уже не реагирует на новых посетителей и настолько привыкла к гостям. Ассортимент невелик, но есть всё, что востребовано. Коньяк и водка. Цена фикс-прайс – всё по 70 рублей. У бутылок не то что акцизов. На этикетке нет даже указания на производителя. Но покупатели это не смущают. Берут оптом партиями. Кто на продажу в кафе, магазин, кто на праздник. В Гафурийском районе нам очень хорошо помогает глава района, районная администрация очень хорошо. То есть он полностью поддерживает наше движение, всячески старается нам помогать. А в некоторых районах, наоборот, главы сельских поселений, администрации как-то не хотят что ли нам помогать. Либо сами пьют, либо может их родственники торгуют, но помогать не хотят. В Эминдяшево в итоге активистам пришлось действовать неофициально. В конце концов, мужчина согласился с доводами гостей. Вынес на улицу свой запас алкоголя. Как выяснилось, его бизнес строится на том, что 95-процентный спирт из 10-литровой канистры просто разбавляется ключевой водой. Открывать секрет, как к нему попало это сырье, мужчина не стал. А где вы это покупаете? Там базарь. Где найдешь, там покупаем. А сколько это стоит? Не скажу. Почему? Будете еще покупать, продавать? Нет, я же сказал не буду, значит не буду. На защиту мужа во двор высыпали жена и шестеро их детей. Женщина искренне недоумевала. Что плохого делает ее муж? Ведь любители выпить никто не заставляют покупать водку. Мол, как жить и что пить – это выбор каждого. Пока не умирает никто. А муж сам не пьет? Нет. Не пьет. Сама тоже не пью. Если напьешь, еще будет с детьми. Сознательный выбор пить или не пить их соседка нарисала, а Бердина делала вряд ли. Она, кстати, тоже многодетная мать. Из четверых ее детей один умер в пьяной драке, двое еще несовершеннолетние. Говорит, в спиртном не разбирается. Ей без разницы, в каком алкоголе гасить горе по потерянному сыну, мужу и трудной женской доле. Переехала в эту деревню и с другой после замужества. Профессионального образования получить не удалось. Но она с любовью занимается своим хозяйством. Замешивает тесто и ставит хлеб в печь. Ухаживает за скотиной. Гладит беременный бок кобылы. Со дня на день будет принимать роды. Значит, получится еще и кумы сделать и продавать. Все это приносит небольшой заработок. Сбывать продукцию сама нариса не умеет. А сборщики сырья платят мало. Сельские власти, чтобы убедить ее лечиться от зависимости, пошли на радикальные меры. Лишили на время родительских прав. Детей отправили в приют. Женщина прошла курс. Уверяют, что завязала только восьмилетняя дочка. На этих словах мамы отводят глаза. С этой деревни везде. Хоть кого возьмешь, везде пьют. Я же никогда не покупаю такой. Появляются откуда-то, найдут. Иногда раз, находят, давай попьем. Это такие тяжелые удручающие кадры, но это реальная жизнь. Почти треть спиртного, которое потребляется у нас в регионе, это суррогат, подделка. У массового сбыта нелегального спиртного печальные последствия. Почти 70% правонарушений совершается в состоянии алкогольного опьянения. И не надо думать, что это происходит где-то там, в отдаленных районах. Мы сами, например, в ходе подготовки программы убедились в том, что пресловутые фанфурики можно без проблем купить в запрещенных для этого торговых точках в центре Уфы. Смотрим сюжет. А это Уфинский район. Почти ночь. После рабочей смены участковой Анатолий Капитонов обходит еще и своих подопечных. Все до единого алкоголики. Признается, был бы рад помощи волонтеров. У поднадзорных часто находят тару из-под суррогата, но те своих поставщиков сдают редко. Полицейские стараются больше уделять внимание тому, чтобы социализировать таких зависимых. Работа в буквальном смысле индивидуальная. Отправить в клинику, найти работу, быть всегда в курсе поведения подопечного. С кем общается, вовремя ли пришел на работу. Вот, к примеру, Ирик еще в недавнем прошлом высококлассный сварщик нефтепроводов. Ответственность в профессии высокая, зарплата тоже. В какой момент мужчина потерял самоконтроль и праздник по случаю получки перешел в алкозависимость, теперь уже не важно. Капитонов уговаривает Ирика лечиться. Уговаривает, словно перед ним не мужчина, годящийся по возрасту в отцы, а ребенок. Эрик, давай, будем так делать. Все-таки будем момент искать, кодироваться. Нужна помощь, давай, я тебе... Кодироваться? Да. Мне? Да. Кодироваться? Да, да. Ты мне отдай, пожалуйста. Да нет проблем. Ну, хотя бы два дня не попей. Три дня нужно. Коллеги Капитоновы из Кушноренковского района, чтобы искоренить продажу алкогольного контрафакта, уже готовы выставить у каждой точки продажи пост. Говорят, никакие штрафы местных бутлегеров не пугают. Свою деятельность все торговцы яростно оправдывают. К примеру, пойманная полицейскими на продаже так называемых фанфуриков Фания Гужева, свою ответственность в том, что она буквально травит односельчан, не признает. Мол, продает только избранным, тем, кто использует по назначению в быту, а не вовнутрь. Один раз давали, я вам ответила. Давайте крутить не будем те же вопросы. Я вам сказала, пусть работу дают людям, молодежам, тогда ничего не будет. Развалились Россия. Все Россия развалилась здесь. Молодежам работа нету, денег нету, молодежам квартиры покупать. Эльмир с друзьями считает, что переломить ситуацию можно, но начать нужно с себя. Не продавать и не пить. С этой мыслью они обращаются к своим односельчанам. Главное, чтобы наш народ, наш башкирский народ понял, что пить не надо, торговать не надо. Вот зачем мы ходим. Вот я об этом и говорю. Пьют там, где у людей нет работы, если нечем себя занять, если люди брошены в социальном смысле. А вот там, где главам поселения не наплевать на людей, где жизнь кипит и работа работает, там нет этой проблемы или она не масштабна. Давайте не будем путать причину со следствием. За печальными последствиями сбыта суррогатного алкоголя стоят конкретные дельцы, которые превратили это в прибыльный бизнес. Надо пресечь потоки контрафакта, которые льются в наши города и села. У проблемы алкоголя много аспектов и давайте поговорим сегодня об этом с нашими гостями. Итак, Рустам Ишмахаметов, замечательный представитель государственного собрания Курал-Утая Республики Башкортостан. Даниил Гайнулин, руководитель исполкома Всемирного Курал-Утая Башкир. И Айрат Халиков, заведующий кафедрой судебной медицины Башкирского государственного медицинского университета. Ну вот мы посмотрели сюжет, действительно тяжелые кадры, но вот это реальная жизнь. Вот как ваши впечатления, что скажете? Начнем с вас. Ну, впечатления тяжелые. Наша организация Всемирный Курал-Утая Башкир лет 5-6 назад начала даже акцию «Трезвое село» и начала пропагандировать. Вот это как раз ваши ребята, собственно, герои этого сюжета, те, кто ходит по дворам. В южных районах, там, Гафурийском, Обзелиловском, Баймакском, Зианчуринском, Бурзианском районах сейчас население само начало выходить. Ребята, молодые ребята начали сами выходить, сами обнаруживать вот эти точки. Там, где, например, общество и государственная структура вместе работают, это идет лучше. Да, мы про это еще поговорим. Хотелось бы еще услышать остальных наших героев, что они после увиденного скажут. Ну, впечатление для меня, вот особенно, когда сказали, Гафурийский район, это моя родина. Это ваша малая родина, да? Да, действительно, там факты не только в этом, в этом, в селе, в Индияшин, но и в других. На самом деле, вот те рабочие группы, которые сегодня были созданы, они активно работают. А у вас есть, я знаю, есть партийный проект, да? Да, у нас есть партийный проект, называется «Трезвый Башкорстан». Знаете, вот мы создавали в первую очередь для того, чтобы в процессе работы этой мониторинг-законодательства для нас, как для парламентариев, и начали поступать предложения. Потому что вот те рейды, которые показали в сюжете, полиция проводит, да, мы же видим, что только существующими правилами невозможно реализовать. Здесь все-таки надо отличать, да, рейды, которые проводят правоохранительные органы, и те проверки, которые проводят общественники. Да, вот даже было сказано в сюжете, что полицейские уже готовят там около дверей, там стоять, лишь бы они не продавали. Ну, к сожалению, у них не хватит до этого, да, мы же понимаем. Сдерживающими факторами только те правовые условия, которые у вас сегодня есть, их недостаточно. Ну, я бы назвал данную проблему врагом номер один. Вообще человечество, и в частности нашей страны, 30-40% суррогатного алкоголя непосредственно приводит к летальному исходу. Наша страна теряет до 700 тысяч человек каждый год. 700 тысяч в год? 700 тысяч в год. Это не означает, что все они отравляются. Это примерно 10-12% чистых отравлений. Ну, цифра страшная. Хорошо, вот, значит, смотрите, в Советском Союзе существовала жесткая стройная система профилактики и борьбы вот с этой бедой, да? Были медицинские вотрезвители, ЛТП, административные комиссии. Товарищеские суды. Товарищеские суды, да, совершенно верно. То есть все-таки действительно общественность... Боровались с этим. Может быть, стоит вернуться к испытанным методам? Как вы считаете? Ну, скорее всего, надо возвращаться к этому испытанным методам, потому что они какой-то результат давали. Давали. Момент общественного порицания, вот создание негативной атмосферы, он действительно может серьезно повлиять на торговлю? Очень серьезно, очень серьезно. Как? Ну, на самом деле, вот у нас есть такой башкир, понимаете, о яд, да? О яд, это как бы ощущение стыдно, да? Вот, особенно на селе, оно достаточно обостренное, и вот те самые рабочие группы, о которых мы сказали, вот, они должны как раз вместе с полномочиями полицейскими проводить, чтобы их рейды были законными, скажем так. И, ну, раз, действительно, думаешь, может быть, не только законодательно, но и надо вот общественные инструменты консолидировать и всех. Как лучше вот решать, вот моя коллега говорит, что здесь нужен не только запрет, а ограничение, нужна социальная работа, пропаганда. Я говорю просто, что одними запретами это невозможно, наоборот, они только провоцируют людей. Тут, скорее всего, нужно все, все процессы, включать в комплексе, да. Вот такой яркий пример, несколько лет назад в нашей деревне построили мечеть. В каком районе? В Стрельбашевском районе, деревня Лагуат. Построили мечеть, красивую, хорошую мечеть, выбрали имама, которая учится, закончила университет здесь. И вот эти бабушки, которые в других селах ходят в таком виде, они сейчас ходят в мечеть. Смотрите, мы же говорим все-таки о законах, и сейчас именно законом пытаются ограничить продажу алкоголя, увеличивают стоимость легального алкоголя. Вот это все, это может способствовать... А то, что касается, кстати говоря, законодательных инициатив, может, нам расскажете как-то так, коротко, да? Ну, если коротко, да. Вот мы провели круглый стол, как в межведомственную площадку. У нас сегодня поступили предложения. Первое. Ограничение продажи дальнейшей не с 23.00, а с 22.00 до 10 утра. Первое. Второе. Ограничить, вернее, увеличить количество дней по запрету на продажу. То есть, ну и с точки зрения незаконной продажи алкогольных продуктов, сегодня, кстати, штрафы очень большие. Для физлиц от 30 до 50 тысяч штрафов. Мы понимаем, что есть определенные сложности, определенные недостатки и прочие подводные камни, да? Ну, у нас главный вопрос, что делать? Вот что делать? Ну, вот по поводу общественного пресса, я еще хотел бы добавить несколько слов. Если бы вот эти вот общественники, они бы смогли объяснять народу, населению, какие последствия в плане здоровья, в плане репродуктивных потерь... В медицинском плане имеется. В медицинском плане. Ну, у них же нет специальных знаний. У них специальных знаний нет, но надо с ними работать. К примеру, выпивает два раза в месяц алкоголь, суррогатный алкоголь. Интеллект на 10-15% снижается. Он восстанавливается 18-22 дня. Это после буквально 200 грамм алкоголя. И на протяжении, наверное, 3-3,5 лет он снижается где-то на 45-55%. Мы сейчас говорим о конкретных мерах, которые можно предпринять. О конкретных мерах. И предпринимать уже надо сейчас. Честно говоря, больше всего, чего я боюсь, да, что опять это превратится в компаненщину, да, в некую показуху, в какие-то красивые отчеты с места, а реально проблема с места не извинится. Вот за это мы переживаем больше всего. Ну вот, если посмотреть, вот сколько на канале Бэйста вообще программ антиалкогольных за неделю? Можете сказать? Сейчас активно. Сколько? Ну, я их увидел. Сегодня первые. Вот сегодня первые, да. Вот вам один ответ. Пропаганда. Пропаганда. Потому что и телевидение должно, и радио должно, и социальные сети должны работать. Потому что здесь должна быть и пропаганда через средства. Ну, может быть, стоит подумать, кстати говоря, в госсобрании о государственной программе какой-то развернутой, да? Вы можете с инициативой выйти? Сегодня мы уже рекомендовали правительству разработать такую программу, и чтобы в каждом муниципалитете была такая программа. Здесь нужно менять отношения, здесь нужно менять стереотипы. Дети ведь рождаются абсолютными трезвенниками. И не так давно проводились исследования в нескольких детских садах, брали по 100 детей и спрашивали, какое у вас отношение к алкоголю, что вам запоминается, исходя из ваших праздников. Прямо так и спрашивали детей. Детей из детских садов, да. И 97% детей повторяли пьяную походку своих родителей, повторяли свои тосты, то есть своим примером. 97%? Я понимал, что ситуация тяжелая, но не предполагал, что настолько. И вот проблема, которая бросается в глаза, это отсутствие главного в этой теме, отсутствие координации. Кто все-таки должен вести всю эту борьбу, как-то координировать. Потому что Крултай как-то сам по себе, партийные проекты немного, сами по себе, правоохранительные органы сами по себе. То есть каждый отдельно пашет свою борозду, но как-то совместные работы получаются только в отдельных случаях. Вот что с этим делать? У нас в республике, конечно, как межведомственная площадка, есть в правительстве комиссия. Комиссия. По профилактике правонарушений. Я прошу прощения, мне кажется, здесь не комиссия должна быть организатором какой-то. Это межведомственная площадка. Это как национальная идея какая-то должна быть. Трезвость, трезвый образ жизни. Да, но речь была о том, что ты должен координировать. Не знаю, может быть, это плохое слово идеология, но в этом смысле она была удачная. Да, конечно, идеология должна быть. Тут должны все работать. Согласны с тем, что эта проблема больше сельская, чем городская? Или здесь не у нас? Я бы так не разделял. Вот город и село, если сравниваем, в городе проблема, она, как правило, продажа после 11. Понимаете, когда продуктовый магазин волшебным образом превращается в маленький кафе, когда здесь столик, и продолжается продажа. Есть разные пути обхода этих запретов ограничений. А на селе, она же там круглосуточная, понимаете, и на селе как раз-таки почему-то продажа. Я вот выезжал, смотрел, даже вот люди непьющие говорят, вот вы знаете, у нас есть продуктовый магазин. Один? Да. Но почему там не продают? Ну, заходим, почему? У них нет лицензии. А почему как? Лицензии нету, потому что госпошлина стоит там 35-50 тысяч. У нас таких оборотов нет, и мы заплатить не можем. То есть, иной раз задумываешься, а может быть, надо уменьшить госпошлину? Показывали торговца в Гафурийском районе. Честно говоря, на злодея его не тянет, у которого шестеро детей он продает. Он сам не пьет, и супруг не пьет. Одни несчастные люди покупают вот эти полторашки у других несчастных людей. На самом деле это все вот так. Не бывает черного и белого, все очень сложно. По моему мнению, нужно воздействовать на сознание. Нужно все делать так, чтобы у людей не было желания его приобретать. Спасибо за ваше мнение. И мы понимаем, что по отдельности эту проблему не решить. Нужна координация между многочисленными ведомствами и структурами. Которые занимаются этой проблемой только в части их касающейся. И власть, кстати говоря, это понимает, что нужен главный. Смотрим сюжет. Этим людям нужен был только сигнал о том, что их хотят услышать. Кто продает контрафактный алкоголь и где, на селе, оказывается, знали все. Именно с таких заявлений начались первые в республике сходы граждан. Громко и по фамилиям озвучили черные списки. Усилить внимание властей на всех уровнях к этой болевой точке потребовал руководитель Башкортостана Радий Хабиров. Это самый настоящий геноцид. Мы не против предпринимательства. Мы не против цивилизованной торговли. Мы категорически против всевозможных спиртосодержащих жидкости. Насколько я знаю, сейчас федеральный законодательство в этой части еще будет ужесточаться. Первые результаты усиленной работы не заставили себя ждать и получились внушительными. За три месяца полицейские изъяли более 11,5 тысяч литров нелегальной спиртосодержащей продукции. Так в Серитамакском районе остановили работу нескольких подпольных цехов по урозливу алкоголя. На продажу там было готово полторы тысячи литров фальшивого пойла. Всего возбуждено 29 уголовных дел и больше 700 административных. Штрафы выписали на миллион рублей. Контрафактная алкогольная продукция реализуется в розницу, либо мелким оптом. Буквально месяц назад нами была причина деятельность группы лиц, которая пыталась провести на территории республики контрафактную алкогольную продукцию свыше 10 тысяч литров под видом подсолнечного масла. Сотрудники башкирского ФСБ сейчас выясняют, что именно разливал житель Салавата по бутылкам. Мужчина готовился продать клиентам почти 8 тонн алкоголя неизвестного происхождения. К счастью, успели остановить. Образцы изъятой продукции отправили в лабораторию для проведения экспертизы. Все эти практически фронтовые сводки убеждают, что башкирские села буквально залиты дешевым контрафактом с круглосуточным доступом. Последствия – огромный вал пьяной преступности. Статистика Следственного комитета ужасает. Почти 90% тяжких и особо тяжких преступлений совершаются в нетрезвом виде. Самая кровавая из последних трагедий произошла в начале этого года. Житель Училов Артур Ибрагимов застрелил из ружья троих человек, свою жену и двоих соседей. Ранил одного человека и покончил с собой. Сиротами остались семеро детей. В ходе следствия выяснилось, что перед смертельной стрельбой мужчина всю ночь выпивал в разных компаниях. Обычный алкоголь, то есть сетиловый спирт, то, что продается в магазинах, сертифицированная продукция, в красивой упаковке, за хорошие деньги, даже она является, в общем-то, ядом для организма. В статистике смертности от алкоголя у медиков две группы. В первой – алкоголики, организм которых травится постепенно. Во второй – те, кто отравился, можно сказать, случайно или выпил однажды слишком много. Как, например, Сергей в больницу. Его доставили без сознания. Скорую вызвали случайные прохожие. Этот эпизод для врачей токсикологического отделения 21-й Уфимской городской больницы будничный. Статистика неутешительная. Каждый четвертый отравившийся суррогатом умирает сразу. Остальные становятся буквально инвалидами. В Уфе статистику отравлений поднимает и продажа так называемых фанфуриков, запрещенные, между прочим, к свободной реализации. Вот, например, в этом киоске в центре Уфы подобное можно приобрести за 35 рублей. Подскажите, пожалуйста, а как получилось так, что в вашем киоске только что человек купил вот эту вот жидкость? Посмотрите. Многие сюда приходят, берут. Сидят на остановке, пьют. Вот 95% сотосепт. Ну, я не знаю, я приходил, тихаря брал. Ну что же, борьба с контрафактом действительно ведется, есть определенные результаты, но и коренного перелома в этой войне пока не наблюдается. У меня вопрос ко всем нашим гостям. Можно ли победить в этой войне? Вот очень коротко по два предложения от каждого. Я думаю, возможно, если канцеллировать силы общества, государства, органов государственных, религиозных организаций. Что касается молодежи, то это их занять спортом, спортплощадки строить. Спасибо. Я согласен. С этим злом мы можем бороться и обязательно доведем до конца. И хочу обратиться, в первую очередь, тем, кто продает. Законодательство мы будем дальше ужесточать. Это раз. Второе, для тех, кто пьет. Я не знаю ни одного случая, чтобы у человека не было работы, он начал пить, и у него появилась работа. Очень важно, чтобы наша общественность, в особенности дети подрастающего поколения, поняли раз и навсегда, что алкоголь – это даже не алкогольный напиток. Это не продукт питания. Это высотоксичный психотропный яд. Спасибо вам за честно откровенный разговор. Тема действительно тяжелая. И, конечно, хотелось бы, чтобы правильная, очень важная задача – война против суррогатного алкоголя – не превратилась в бои местного значения – компаненщину и показуху. Насколько реально получится результат, зависит только от нас. Слушай, Ирина, ну вот когда мы готовили эту программу по алкоголю, я предполагал в силу своего житейского опыта, что ситуация тяжелая, но что вот все настолько плохо. Ты согласен, что наши гости действительно говорили о том, что надо достучаться до каждого, и мы к этому мнению, собственно, пришли. Достучаться надо, достучаться надо, но вместе с штрафными санкциями, понимаешь? Но они должны быть в комплексе, а не просто запретительные меры. Взять, запретить, лишить вот этого... Сначала жесткая рука, потом уже сила убеждения. Ты меня не убедила, я вот, знаешь, я совершенно остаюсь при своем, так что извини. В любом случае, бороться с этой бедой надо. Она сама не рассосется. И, очевидно, действовать надо не только кнутом, но и убеждением. Заниматься этим должны все вместе и каждый в отдельности. Сочетание жесткой руки власти и искреннего порыва общественников и просто неравнодушных граждан, наверное, это главный рецепт лечения этой болезни. Мы со своей стороны будем делать то, что должны. Называть вещи своими именами с документами и фактами в руках. Ведь в этом и есть смысл, честно говоря, нашего нового проекта на БСТ, первый выпуск которого вы смотрели сегодня. Продолжение следует. До свидания. И берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова